Здравствуйте, наши дорогие подписчики и пациенты. Сегодня мы решили поговорить о том, какие стоматологические проблемы могут влиять на речь и дикцию в целом. С нами логопед наш Анна Семёновна Левина и детский хирург-стоматолог Денис Петрович Умаш. Мы с вами заранее обсуждали, какие у нас могут быть сомнительные моменты. В основном это ранняя потеря зубов. А вот ранняя потеря зубов к каким проблемам может привести? Речь ребёнка формируется поэтапно. И есть период до речевого развития, когда зубы могут появиться, а речи ещё нет. И есть момент, когда и зубы, и речь развиваются активно. И потеря зубов для ребёнка может быть проблемой в становлении речи. У нас в основном две проблемы для потери молочных зубов. Это либо травма, либо результат корреса. И вот давайте попробуем разобрать вот такую ситуацию. У нас ребёночек годы три, будучи на отдыхе, произошла травма, в результате которой были потеряны два центральных резца. Год и три. Ещё речи нет никакой, по сути. О чём нужно родителей предупредить вот в этой ситуации? Стоит предупредить о том, что в это время может нарушиться питание. У ребёнка язык при росте зубов остаётся за зубами в полости рта, принимает определённое положение. И питание ребёнка происходит просто. Если ребёнок теряет зубы, то ребёнок может немножко дезориентироваться, и язык его уходит вперёд, и пища выталкивается. И ребёнок может какое-то первое время, он может даже поперкиваться во время еды, и это может родителей пугать. Часто родители в этом случае переводят детей на питание, возвращаются к питанию протёртой пищи. Не стоит этого делать. Ребёнок очень быстро вспоминает, как нужно есть, и, по-первых, его не прекращается, и ребёнок дальше развивается. Я, кстати, знаю точно, что Анна Семеновна очень много занимается проблемой формирования пищевого конка у детей, которые не умеют жевать. У меня была такая проблема, я не знал, кому отправить пациента. Я не знал. Я говорю, ну, к неврологу, наверное, сходите, ну ещё куда-то. Оказывается, логопеды тоже этим занимаются. Да, действительно. Бывает так, что у ребёнка возникают проблемы с жеванием, глотанием, с дыханием во время жевания и глотания. И эти проблемы иногда я могу решить. Отлично. Теперь мы знаем, к кому тоже можно с этим обратиться. Так вот, давайте по поводу этого ребёночка поговорим. У этого ребёнка, кроме проблем с въёмом пищи, других проблем со звуками не будет? Или всё-таки что-то может быть потом? Нет, нет, не будет. Первый этап развития – доречевой этап. И поэтому ребёнок говорит, не разговаривает, а произносит какие-то звуки эмоционально. И не зависит его речевое развитие от того, правильно он скажет звук или нет. И часто родители говорят, что не говорит наш ребёнок вот такой-такой звук. Это не важно, он общается с вами, он эмоционально пока выражает себя. И здесь как раз речи это может помешать в меньшей степени, в точечевом развитии. Понятно. Скажите, пожалуйста, мне интересно, может быть, по каким-то средневозрастным группам можно разбить, что мы хотим получить? В год, в полтора, в два, в два с половиной? Или это очень размытые критерии, на самом деле? Конечно, все дети развиваются по-разному. Но есть этапы развития, на которые стоит обратить внимание, я расскажу о них, и родителям стоит на них обратить внимание тоже. Доречевое развитие длится до года. Гуление и лебед. Много звуков, много эмоций. К году возникают первые слова, первое слово обычно – папа или мама, и дальше речь развивается быстро. И тогда, когда у ребенка появляются какие-то проблемы физиологического плана, физического плана, в том числе отсутствие зубов, ребенок, у которого еще нет всех звуков точного их расположения в полости рта, ребенок еще не знает, куда точно надо поставить язык, четко произнести этот звук, вот в этом случае ребенок может терять звуки, заменять их на другие, удобные в этот момент, если зубов нет. И это может создать проблему. И у нас основное становление речи формируется к... Основное становление речи у нас считается к пяти годам. Но с трех до пяти лет речь развивается очень активно, и в лексиконе у ребенка появляется очень много слов, и ребенок их очень хочет сказать быстро. И поэтому обратить внимание на то, чтобы правильно сказать, иногда некогда, иногда ребенок это не умеет делать. И в этот момент потеря зубов может быть, да, действительно проблемой. То есть это не в год и три, это все-таки в три, в четыре года. Да. Да, то есть вот когда вот эта ситуация, да, давайте посмотрим на нее. Вот то, что пришло к нам, наркоз. Вот эти зубы, к сожалению, тут может быть не видно, но тут воспаление за пределами зубов, за пределами зубов, и, к сожалению, эти зубы пришлось удалить, и ребенок остался без зубов. Да, и вот это, конечно, возраст, когда что появится у нас? Это возраст, в котором может появиться межзубное произношение свистящих и шипящих звуков. Ф, когда ребенок говорит. И это проблема, которую придется, возможно, решать. Но я бы хотела сказать, что может получиться, если зубы не удалять, если оставить зубы в том состоянии, такое тоже бывает, в котором они есть. Иногда ребенок критичный к себе, не хочет показать, что у него есть проблемы с зубами, которые видно, и закрывает их губами, и его речь становится невнятной, потому что он не проговаривает, не артикулирует гласные звуки. Это первое. И второе, если ребенку болит, и ему это мешает, он может трогать языком зубы изнутри. Я такое тоже видела, и возникают проблемы и с языком, и с зубами, и с губами. Поэтому обратиться к врачу стоит. То есть понятно, что лучше вовремя вылечить зубы и оставить зубы во рту, чем удалить. Но данная ситуация нам не позволила поступить иначе. Там уже дыной наделяемость 50. И здесь может, я уже говорила и повторюсь, здесь может возникнуть проблема с шипящими и свистящими. И с теми звуками, которые у ребенка еще не определены. В этом возрасте еще может не быть L и R четких. Ребенок может произносить близкие по звучанию звуки. Он не всегда их слышит в речи говорящего и в собственной речи. И когда должны были сформироваться эти звуки и встать на место в речи ребенка, потеря зубов может привести к тому, что звуки теряются. И ребенок начинает говорить как-то иначе. И может возникнуть та замена или искажение, которое исправить будет сложно. И в этом случае доктор может помочь. Я думаю, здесь была какая-то, да? Ну да, была реабилитация, конечно же. Да, именно. Смотрите. Про зубы мы поговорили, да? Это все звуки, которые нас интересуют. Про зубы, связанные с зубами. Да. Про желание поговорили. И вот наиболее частая ситуация, с которой сталкиваюсь я, это уздечка языка. Да. Это такой наш пич. Да, поскольку вы работаете и с новорожденной медициной тоже. Да? Да. Да, вы, в общем-то, прекрасно видите, что происходит. Чуть ли не ежедневно нам приходится общаться по телефону с многими родителями, потому что в роддоме сказали, или специалист по грудному вскармливанию сказал, что у вас наверняка короткая уздечка языка, поэтому срочно нужно к стоматологу-хирургу. Мотивируя тем, что у вас потом ребенок никогда не заговорит, если вы этого не сделаете. Это большое-большое заблуждение, да? Да, это большое заблуждение. Речь – это не функция языка, это не работа только языка, это работа мозга. И будем говорить честно, если у ребенка короткая уздечка языка, то он может говорить невнятно, не выговаривать какие-то звуки. Но если он хочет сказать, он скажет. И все его поймут. И часто в роддоме, и это, наверное, самая благоприятная такая история, когда ребенку подрезают уздечку языка прямо в роддоме. Она еще тоненькая. Сейчас запрещено это делать? Да. Это запрещено делать, на самом деле. Да. Есть случаи, когда это сделать смогут, если есть хирург, если у ребенка серьезно нарушены функции питания, если он не может самостоятельно сосать, если он теряет давление во рту и плачет, расстраивается, не набирает вес. И в этом случае ищут способ, вызывают хирурга и подрезают эту уздечку прямо в роддоме. Есть такое мнение у нас, у хирургов-стоматологов, что уздечку языка у новорожденных мы имеем право трогать до трехмесячного возраста. Якобы это связано с тем, что там нет чувствительных волокон, но вот никто же этого не следовал. Есть они там, нет они, нет их там. На самом деле все боятся кровотечения, случайно потравмировав какие-то сосуды. Мы на самом деле за последний год новорожденным рассекли два раза уздечки. Все остальные уздечки не нуждались в хирургической коррекции. Все то, что Анна Симоновна рассказала, мы то же самое спрашиваем у родителей. Как родился ребенок? Увидел ли неонатолог, что есть какая-то проблема с уздечкой языка? Как происходит грудное вскармливание? Если это около трех минут длится, ребенок плачет, отлипает от груди, скорее всего да. Поскольку мы общаемся изначально по телефону, то мы задаем все контрольные вопросы родителям. И на основании этого уже говорим, приезжайте вот нам или не приезжайте. Очень сложно дома сделать вот такую фотографию, так близко, чтобы мы увидели, что на самом деле там есть. В более старшем возрасте, конечно, это сделать гораздо проще. Мы потом покажем, как сделать фотографию для логопеда. Точнее, для пластики уздечки языка, для логопеда. Соответственно, если ребенок ест, набирает вес, мы ничего там не делаем. Это исключительно ради того, чтобы мы не делали там рубцовых изменений. Чтобы потом там были эластичные ткани, чтобы можно было логопеду спокойно работать. За последние три недели мы сделали четыре пластики уздечки языка после рассечения в роддомах. Там рубцы, которые не тянутся, к сожалению. Логопеды бьются там по два-полтора года, но не получают результат. Ну, соответственно, нам приходится вмешиваться. И это повторное вмешательство, которое не всегда приятно. Да, про не всегда приятно. Я тоже хочу рассказать. Иногда родители приходят и просят сами. Мы решили, говорят они, что уздечка языка у ребенка короткая. У старшего ребенка была такая проблема. Ребенку сделали, висикли уздечку языка, и он старше у нас заговорил. И давайте мы и младшему тоже ее подрежем, и все будет хорошо, он вот сейчас сразу заговорит. Я не встречала случаев, я уже говорила об этом, чтобы ребенок не мог говорить вообще. И бывает так, что да, действительно, нужно эту уздечку иссякать после трех лет, к пяти годам ближе. И я направляю к хирургу, к ортодонту детей. И нам нужно совместно посмотреть ребенка, посмотреть, какие сложности и какие вредности приносит эта уздечка ребенку с точки зрения логопеда и с точки зрения хирург-стоматолога. Хирург-стоматолог ничего не мешает человеку жить с такой хирург-стоматологой. А вот логопеду-ортодонту чаще всего мешает. Скажите, пожалуйста, а с какого возраста, в принципе, вы можете заниматься с детьми вот так полноценно? Полноценно с того момента, когда ребенок может участвовать вместе со мной то ли в растяжении уздечки языка, гимнастике, позволить мне сделать массаж логопедически с помощью водок или заменителей. Это не возраст, это осознанность, да, и зрелость ребенка. Ну а тогда средний возраст, потому что я рассказываю всем, ну, наверное, с 4,5-5. В 4 года я крайне редко встречаю детей, способных проходить такие занятия глобально. Я встречала детей, которые в 3 года понимают, что у них есть проблемы, и они с удовольствием играют со мной с санками, логопедическим зондом, растягивают уздечку, мы перед зеркалом выполняем какие-то задания, и дома он выполняет вместе с мамой. Есть такие дети. И можно сказать, что в послеоперационный период ребенок тоже может понять, что не стоит трогать ручками что-то во рту, не стоит язык беспокоить, стоит, может быть, немножечко потерпеть. И чаще всего, конечно, происходит это позже. И ребенка направляют на операцию после 3,5-4 лет. Смотрите, для меня, достаточно долгое время работаю с логопедами, тесно, да? Для меня уже есть общий алгоритм, что если логопед, не попробовав позаниматься, отправляется сразу на хирургию, ну, наверное, что-то здесь не так. Да, действительно так. Во-первых, стоит посмотреть, насколько пластична уздечка, и можно ли ее растянуть. Очень часто ее можно растянуть. И это занимает иногда чуть больше времени, иногда меньше, до 3 месяцев. Бывает, что надо заниматься с этим, эту уздечку ежедневно, немножечко подтягивать, делать упражнения. Иногда, в редких случаях, и дольше. Кроме того, если все-таки придется уздечкой заняться хирургу, то логопеду стоит подготовить ребенка к тому, что будет потом операция. Сейчас мы разомнем эту уздечку, сделаем ее более пластичной, потом произойдет операция, и после мы сделаем сейчас какие-то упражнения, несколько раз мы сделаем массаж, и после того, как уздечка будет укорочена, мы сделаем массаж еще раз. И ребенку после операции не надо будет привыкать к чему-то во рту, это его личное пространство, незнакомому, потому что есть еще воспоминания о том, что было некомфортно. И если ребенку делают то, что он уже знает, ему проще прийти к логопеду. Он просто знает, куда делать язык, и знает, что с ним будут делать. И поэтому, на мой взгляд, это очень простая регуляция. И еще один момент. У ребенка были звуки. Иногда это возраст, когда логопед еще занимается постановкой звуков, или эти звуки у ребенка не окончательно установились. И в этом случае стоит ребенку напомнить, как мы произносили эти звуки, где находился язычок. Возможно, записать ребенка. Бывало такое, что мы записывали каждый звук отдельно на камеру, и после того, как уздечка была подрезана, ребенку проще, собственно, язык поставить в то же положение, в котором язык находился до операции. И звуки возвращаются быстрее. Смотрите, очень много приходит пациентов и говорят, у нас нет таких-то, таких-то, таких-то звуков. А вот в реальности уздечка языка на какие звуки влияет? На постановку каких звуков? В основном на постановку звуков верхнего ряда. Те звуки, которые требуют понятия языка к альвеолам вверх. Это звук Р, обычно, Ж, Ч, Ищ. И иногда это звук Л, НИ, ЛИ, АЛЛ. И в таком тяжелом случае, если у ребенка действительно очень короткая уздечка языка, то страдают все звуки, в том числе и гласные звуки. И в беглой речи ребенок говорит, ну вот как родители объясняют, как мы слышим, и вы поймете это, как будто у него каша во рту. И качество речи, беглой речи, ухудшается значительно, когда уздечка очень короткая. Мало того, что она короткая, еще с ним никто не занимался. Для меня это самое главное. Да. Так, и что хотелось показать, очень часто мы получаем обращение о коротких уздечках языка, на правил логопед. Если люди живут достаточно далеко, мы обычно созваниваемся и просим прислать нам фотографию. И сейчас покажу, в каком виде фотография. Вот в таком виде. То есть, когда мы двумя пальчиками родители, поднимаем кончик языка с двух сторон, тогда мы видим и саму уздечку, ее длину приблизительную, и мобильность, и ее плотность. То есть, несколько характеристик сразу мы видим. И на основании этого мы, в общем-то, принимаем решение, стоит ли вообще ехать. Да? Вот такая была уздечка нам еще прислана. Вот. Замечательная уздечка. Ничему не мешающая. Человек точно знает упражнение грибочек. Мы это видим. Да? Как язык приклеился к твердому нёбу. Но логопед все-таки наставил на том, чтобы мы провели очную консультацию и посмотрели. Во время общения с мамой, ребенка, я только понимаю, что с ребенком дома никто не занимается. А полчаса в детском саду, ну, это не очень много, это очень мало. Хотя, я считаю, что логопед вот здесь постарался на славу. То, что он сделал с уздечкой языка, это прям... Замечательно. Я хотела еще сказать, что иногда бывает так, педагог просит ребенка подними язычок вверх, открой рог, подними язычок вверх. И для ребенка иногда это непосильная задача, потому что он просто не умеет это делать. И физическая вот амплитуда движения языка вверх, она может быть доступна ребенку. Без физической помощи, как на прошлой фотографии, ребенок сам это сделать не может. Это не значит, что язычка... Языка... Уздечка языка. Языка короткая. Да. У нас много терминов, которые... Пересекаются, но... Пересекаются, но немножко иногда, да, разнятся. И иногда уздечка языка вполне позволяет ребенку разговаривать, есть, не мешает в ортодонтическом плане, но ребенок язык поднять не может, потому что не умеет это делать. Он просто не знает... Не знает, как, да. И в таком случае стоит сделать вот так, как на предыдущем снимке, помочь ему. Вот. Сейчас разобрали, когда ничего делать не надо, да? А сейчас... Вот. Вот это, на самом деле, короткая уздечка языка. Тут не поспоришь, тут даже 5 миллиметров нету. От места прикрепления за зубами до кончика языка. Да, это экстремально короткая и называется ангелогласия. то есть припаянный язык, по сути. И понятно, что логопед может попытаться, но мне кажется, из этого выхода логопедического нет. я вижу здесь тенденцию нарушения прикуса, зубы развернутые внутри полости рта. Я вижу, что прикрепление такое, которое не позволит произнести все звуки. И в этом случае, я думаю, есть показания для того, чтобы сделать операцию ребенку помочь. Да, ну и второй вариант уже операционная фотография. Другой ребеночек, чуть постарше. То же самое, если посмотрите, она просто белая. Там внутри это рубцовая ткань после рассечения в новорожденности. То есть, когда мы чуть-чуть рассекли и отпустили ребенка к маме на грудь. Это рубцуется, к сожалению, вот таким образом. И я из опыта знаю, так как я работаю в роддоме, знаю, что такого типа уздечка языка она травмируется повторно. Сначала образуется первичный рубец, который укорачивает немножко уздечку. И потом, когда ребенок плачет, если у него есть срвота, если есть какие-то физические дополнительные повреждения, то она всякий раз рубцовой тканью уменьшается и укорачивается еще больше. Зубами травмируется. И зубами в том числе. Да. Поэтому здесь есть, наверное, здесь есть повод обратиться к хирургу за повторные операции. Да. Ну это уже как раз в процессе. Ну мы не стали, конечно, у нас есть видео операции, но мы решили, что не будем выкладывать этого сегодня. Так что, если есть вопросы, давайте мы послушаем. Тут вопрос задавали. Около 30 лет назад в роддоме при рождении корректировали. Сейчас почему так не делают? Почему так не делают? С 2002 года, по-моему, это запрещено делать. Это исключительно из-за разделения труда, скажем так, просто общей хирурги. Нет, это хирургическая стоматология. Это первое. И во-вторых, в избежании кровотечения еще каких-то неприятностей. если есть большие перинатальные центры, в которых есть хирург, который может это сделать, то это делают, и я работаю в таком большом. То есть, это исключительно больше организационные моменты. Намного чего запрещают. Если нельзя, то можно. Поэтому, если есть вот такой перинатальный центр, где есть и хирург, стоматолог в комплекте, то это хорошо. Так, пока вопросов нету. Давайте подождем немного. Там под постом. Можете открыть Инстаграм? Я еще могу рассказать немножко про то, что делает логопед с удечкой языка. Есть упражнения для того, чтобы растянуть куздечку языка ребенка. И эти упражнения ребенок может выполнять с помощью логопеда. логопед может давать задания и комплекс заданий для домашнего выполнения и работать с зондами и их заменителями. И логопеды придумали очень много разных историй и сказок для того, чтобы ребенку было комфортно, чтобы ему было интересно, чтобы работа языка превращалась в игру. И для ребенка это состояние не травмирующее, оно интересное. и все истории про язычок и про сказки про то, что язычок живет во рту и что мы сейчас его разминаем и делаем с ним упражнения, это из нашей работы и это интересно для детей. Вопрос. Через сколько дней вы начинаете занятия после операции? Я прошу на 5-7-й, но на самом деле милогимнастика делается на следующий день. Да. Прямо по-честному. Да. И начинают с упражнений губ, с дыхания, с рассказа того, что мы будем делать дальше, но на 7-й день принято начинать занятия с логопедом. Пока больше нету. Давайте еще подождем. Здравствуйте. Насколько можно растянуть юждичку? Растянуть имеется до логопедички. Логопедички. Можно растянуть до нормы. норма от 8-ми миллиметров до полутора сантиметров. Мы говорим про два более старших детей, то есть от конечка языка до места прикрепления должно быть хотя бы 2 сантиметра. Это для нам других. Я просто не могу себе представить такой звук, который требует большего растяжения. Поэтому обычно растягивают юждичку вместе с постановкой звуков. И тогда, когда цель достигнута и все звуки поставлены и они находят правильное положение в полость рта, язык находит правильное положение, заканчивают растяжением уздечки. Вот из такой уздечки понятно, что ткани не очень много, но мы наверное в 3 раза только можем ее увеличить. То есть там не будет 6 сантиметров. Физически понятно, что ткани столько нет. и недостаточно будет растянут уздечки для того, чтобы сказать все звуки произнести. Я просто знаю людей, у которых никакой уздечки нету, но звуков нету. Да, это совсем другая история. Поэтому не все упирается только в уздечку. Надо тоже это понимать. Да, и очень важно понимать и родителям тоже, что не все звуки не ставятся только потому, что уздечка короткая в ней причина. Да, кстати, я когда смотрю пациентов с уздечкой языка, мы бросим выдвинуть язык вперед. Иногда бывает так, что кончик языка поворачивается на вбок при вытягивании языка вперед. Явно, что эта проблема есть еще неврологическая. Вот с этим мы тоже работаем. Да, и я вижу детей, у которых есть проблемы неврологические с мышцами языка. Тем не менее, у них может быть укороченная уздечка. Я направляю к неврологу, я направляю к хирургу на консультацию. Потому что после того, как уздечка будет подрезана, эти проблемы могут остаться. И родители не поймут, откуда взялся тонус языка несимметричный. Я тоже вижу несимметричный тонус. Это называется интонационное дрожание? Нет, не всегда. Это могут быть признаки общей церебральной патологии, это могут быть признаки травмы, это могут быть признаки врожденные, но определить их и показать родителям, что есть проблемы и потом надо будет работать и с ними стоит. И еще с чем работаете, с инфантильным глотанием, по-моему, детский инфантильный тип глотания, когда язык двигается не вверх-вниз и ребенок не жует, а когда язык двигается в переднем и заднем направлении, вот таком направлении, и нижняя челюсть двигается так же. И в этом случае есть проблемы и ортодонтические потом, и с позой открытого рта, и со звуками, и в общем проблем может быть много, поэтому все надо делать вовремя. Тут я как-то так подытожила, да? Так, при удалении 4-5 зубов в одном сегменте какие логопедические проблемы могут возникнуть? Вы знаете, или боковые зубы, или передние зубы? Я думаю, что по передней зубы. Ждем пояснение, да, вообще. Давайте пока ждем пояснение, еще один вопрос тут задали. То есть лучше подрезать младенцем моздечку в условиях стационара, а не стоматологии? Если есть такая возможность. Это просто будет быстрее, да, вы не потеряете время, если такое есть, если центр предлагает такое. Если это обычный роддом, у хирург-стоматолога не входит в комплект, нужно понимать. Так, пояснение про зубы, боковые. Боковые зубы. Если это возраст, поздний возраст, после 6-7 лет, если это возраст после того, как у ребёнка сменились звук, то удаление сегмента зубов сбоку может вызвать нарушение прикуса, и вместе с этим и нарушение звукопроизношения. А какие конкретно звукопроизношения что может быть нарушено? Может быть, во-первых, не всегда можно это предугадать, но чаще всего это нарушение шипящих и свистящих звуков, когда воздух начинает проходить сне впереди, а он начинает проходить сбоку, когда челюсти занимают несимметричное положение, у ребёнка может при такой потере зубов могут быть проблемы с суставом, парные суставы у нас справа и слева, и в таком случае будет сложно ещё и есть, поэтому это большая потеря зубов с одной стороны, поэтому стоит обратиться и к хирургу, и к ортодонту, и к логопеду, если есть проблемы с звукопроизношением. Пока нет вопросов. О чём ещё с вами разговаривали в понедельник? Мы ещё разговаривали о нашей работе совместной, о работе логопеда и хирурга, стомофона. В чём ещё что у нас ещё? Нет, на самом деле мы-то привыкли работать в таких коллаборациях, что называется, стойкие связки, чтобы вовремя ты отправил ребёнка сюда, вовремя получил обратно, вернул обратно, и ещё ортодон подключается туда. То есть очень хочется, чтобы мы были хорошими менеджерами, менеджерами пациента имеется. чтобы каждый из нас знал, что может другой. А на самом деле мы очень мало общаемся в жизни. Но мы общаемся по работе часто, потому что для того, чтобы ставить звуки, например, ребёнку, если у него есть несколько звуков, которые нужно поставить, то я обращаюсь, если он ходит к хирургу, и к ортодонту, и к стоматологу, потому что программа стоматологическая может быть связана с установкой каких-то конструкций в полости рта. И мне нужно тогда в этом случае мне нужно корректировать свой план. И это важно. Очень важно, когда специалисты связаны друг с другом, и когда они могут в любой момент спросить мнение своего коллеги. И иногда я меняю своё мнение относительно, например, уздечки языка при разговоре с хирургом или ортодонтом. Бывает и такое. То есть сначала сказали резать срочно не дожидаясь корректирования. логопеды же считают, что они самые главные принятия. Нет, я с тобой, что ли? Это логопед решает, мы здесь вообще никто, мы пришли и отрезали всё, забыли. Нет, на самом деле всё не так, и очень важна вот эта коллегиальность, и важно, когда есть такой консилиум или реальный, или виртуальный, начать и лечение, и реабилитацию потом, и о своей работе. У вас можно подрезать уздечку лазером? Нет, к сожалению, нет. Когда нужно подрезать уздечку верхней губы? Верхняя губа вообще может быть и никогда. На самом деле верхняя губа в отечественной литературе прописана момент, то есть там не возраст прописан, а физиологическое состояние, когда два центральных прореза из полностью верхних резца, а два боковых наполовину. Но на сегодняшний день во всем мире говорят о том, что уздечку верхней губы уж если и трогать, то после прорезывания клыков, а этот, соответственно, старше десяти лет. То есть тут определяет в любом случае необходимость в этом ортодонт, но на самом деле наречина не влияет никак. Никак. Существует мнение, что влияет на произношение гласных, но это должно быть и согласно в том числе, но я таких случаях не встречала. Стоящее может быть упсовая деформация какая-то на самом деле. Да, да, да. Ее я не встречала тоже. У меня не было таких случаев. при аденоидах в основном дыхание ртом. Какие могут возникнуть логопедические проблемы? Часто врачи говорят ждать с операцией. Да, если ребенок, у ребенка есть аденоидит, и ребенок дышит ртом, то совершенно не обязательно он не может дышать носом. Иногда, да, затруднено дыхание, да, есть отек, да, а если деноиды там невысокой, небольшой степени тяжести, заболевания, но ребенок продолжает дышать ртом. В этом случае логопедические проблемы очень чисты. И у ребенка язык занимает положение в полости рта неправильное, он занимает или межзубное пространство, или лежит на дне полости рта. И есть проблемы с постановкой или самостоятельным освоением звуков, шипящих, свистящих, верхнего ряда, ну, то есть вот те, о которых я говорила, Л, Р, и это могут быть значительные проблемы. То есть ртовое дыхание, дыхание ртом, это не привычное нам дыхание, оно бывает редко. Ребенок и говорит ртом, и дышит ртом, иногда бывают запинки, похожие на заикание. То есть вот то, что ребенок не дышит носом, большая проблема для логопедов часто, то, что доктор Лор направляет к логопеду, логопед это правильно, логопед может посмотреть по какой причине, может быть это просто привычка, ребенок привычно дышит ртом. В таком случае обучение ребенка дыханию часто и Лор проблему исключает. Так, вопрос, лазером получается хуже результат, чем скальбином? для мягких тканей вот давайте предположим, вот на этой руздечке что мы можем добиться? Мы лазером можем рассечь и увеличить ее вот столичком. То есть если мы будем дальше лазером продвигаться, дальше будут мышцы. А мышцы надо уже растягивать какими-то другими способами. Мы не можем во время данной операции рассечь лазером мышц не имеем брау уточним на это. Соответственно вот с такой руздечкой делать лазером нечего. А если руздечка будет 2 см, ее надо чуть-чуть подсечь. Ну такую руздечку в принципе я бы трогать не стал. Ну вот физически не стал бы трогать. А из заживления бонусы лазера какие, да? Великолепное заживление, стерильная поверхность. Нам здесь это не надо. Здесь нам нужно выраженное удлинение. Вот и все. Так, с какого возраста можно начать сондовый массаж? Сондовый массаж можно начать с того возраста, когда ребенок позволит делать массаж в его полости рта. Иногда требуется раннее вмешательство. Если у ребенка есть, это не относится обычно к стоматологическим проблемам, к ортодонтическим проблемам, при дезортрии, при проблемах у детей с церебральными патологиями. В таком случае начинают с раннего возраста до года. И я хочу сказать, что бывают еще проблемы у детей практически вот новорожденных. У детей, у которых есть проблемы сосания, глотания, дыхания и в комплексе. В этом случае начинают массаж не логопедическими зондами, но просто с рождения. И нужно смотреть и на патологию, и на реакцию ребенка. И обычно подключают зондовый массаж тогда, когда ребенок понимает, что то, что у него происходит во рту, не страшно и не больно. А могут ли его делать родители? вы знаете, элементы какие-то артикуляционной гимнастики с помощью зондов могут. И логопед может показать родителям какие-то упражнения, например, при постановке звука R. и родитель может помочь ребенку с зондовым массажем, зондом, не зондовым массажем. Но обычно этим пользуется логопед, и у логопеда должно быть специальное образование. Это не такое простое дело. сделала лазерную коррекцию такой патологии, как на фото. Может ли речь после операции ухудшиться? Какого возраста? Вот сейчас, который здесь, это, я понимаю? Видимо, да. Первичная дикция, конечно, будет, ну, как бы, ребенок заморожен, ну, не, язык заморожен, да, а там анестезия, он еле ворочается, он отечный, и временное нарушение дикции, которая была великолепной, конечно будет, но потом нет, это проходящие вещи. Пять лет ребенка вот, вот еще раз, в день операции это болит, да, это отекло, это неудобно лежит в роту, соответственно, дикционные нарушения могут быть день в день, но потом это все проходит и возвращается к тому, чему ребенок научит. Наверное, за исключением детей, которые занимались с логопедом какое-то время и звук, например, не автоматизировали, или не поставлен до окончательного, и в этом случае ребенок, да, может дезориентироваться и откатиться назад в произношении. Пока нету вопросов. вот еще тут дальше продолжение написали, просто говорят, что ткань может зарубцеваться и стать хуже. и стать хуже. Это к вопросу про лазеры. Это вот продолжение насчет, что ребенку 5 лет сделали и речь... Любая травма, нанесенная нами, будь то лазер, будь то хирургически острый путь, это травма, которая потенциально может зарубцеваться. И чем больше мы сделаем расстояние, да, тем лучше. В том плане, что будет меньше рубцеваться. И надо сказать, что работа логопеда сразу, ну вот, на седьмой день, как мы говорим, когда такое основное рубцевание произошло, первичное, да, работа логопеда может помочь сделать более пластичным этот рубец под языком и более растяжимым, и работа логопеда на это и направлена. Да, поэтому мы подготовили почву, а логопед уже позинает воду. Да, а до того, как произошла операция, мы научили ребёнка тем упражнениям, которые будем делать после того, как это произошло. Так, что вы думаете о томатист терапии? Я не знаю, ударение как-то. Томатист терапия, это, наверное, никак не относится к теме сегодняшнего разговора, это, скорее всего, это вопрос даже не логопедом, это, скорее всего, вопрос не полгом. И я работаю с врачами, я работаю в доказательной медицине, и обычно методиками, которые не доказанными, я здесь недоверие определенное. Да, да, это переходит в ответственность с родителей больше, врачей и педагогов. Если делали упражнения после пластики, неэффективно, что делать? Повторная пластика, как долго делать нужно упражнения? Часто такое случается в вашей практике? В моей практике такое встречается редко, потому что, ну, у меня такого и не было. Возможно, были еще какие-то причины, кроме пластики, уздечки языка, и... Я не сталкивался с тем, что потом приходится что-то переделывать, удлинять. Да, я сталкивался с тем, что было у одного пациента патологическое эрупционе, там прям килоидный рубец под языком был, но было принято решение никаких повторных вмешательств не делать, на качество жизни, кроме дикции, это никак не влияло, и решили, что повторное вмешательство может этот самый килоидный рубец только ухудшит, появится снова и больше. Никому не надо. Ну-ка, опять же, да, есть фантазия у многих родителей, что сейчас, как только мы сделаем пластику, уздечки языка, все мы заговорим, запоем соловьем, а это не так. И мне очень важно, чтобы они понимали это на этапе консультации, до того, как мы что-то сделали. Да, и обычно у врачей, и у логопедов есть какие-то фразы и примеры, которые можно привести родителям, рассказать им о том, что речь образуется в голове, в голове или в языке. С нашим слухом, да, если дети плохо слышат, в общем-то, они не могут копировать нас в полном объеме, да, повторять за нами звуки. Касается аденоидов, у них очень часто тугалок измывали, поэтому проблемы с речью-то еще оттуда там бывают. И опять вопрос, в каком возрасте подрезают уздечку языка? Ну, давайте попробуем резюмируем. По педиатрическим показаниям, по, они называются алиментарные, то есть пищевые, да, показания, это до трехмесячного возраста, первое показание. Второе показание до становления всех речевых стереотипов, это до пяти, до пяти, шести лет. То есть с трех с половиной, как мы выяснили, до пяти, шести лет. То есть это второй момент. Есть еще третье показание, ортодонтическое, но пока ни один ортодонт не доказал, что это вот прям очень-очень нужно, вот, это где-то восемь-девять лет. То есть вот это три специалиста, которые могут каким-либо образом, да, заставить нас посмотреть на эту уздечку языка. У вас специальное согласие на операцию, либо общий на хирургическое лечение. На пластику уздечки языка есть отдельно, где вынесены все осложнения возможные, да. Это понятно, что там триамзация текста, но они прописаны. Так, по теме пока у нас нету. Вопросов больше? А не по теме? Не по теме, там про взрослого. Про взрослого. Давайте я прочитаю вам. Может быть, интересно, если можно, это ответить. Передний зуб потемнел, возраст 38 лет. Мертвый зуб на МРТ показал киста у зуба. Полечили кальций. Можно ли зуб сделать светлее? Ну, как взрослым терапевтам, если есть возможность его отберить, наверняка есть. Если кисту вылечили. Кондендантисту? терапевтам. В принципе, да. Ну, никто не видел, понятно, что мы сейчас образно открываемся. Какие бывают осложнения про уздечку языка? При пластике уздечки языка? Да. Ну, кровотечение мы исключили, да, мы не хотим нарваться ни на какие крупные сосуды, хотя это зона с хорошим кровоснабжением, да. Ну, пока слабо себе представляю, что нужно сделать, чтобы это было. Второе отдаленное осложнение это вот патологическая рубцевария, да, образование килоидного рубца. Не очень отдаленное осложнение. По нижней поверхности языка есть особые свиные железы. И вот наша травма может вызвать их закупорку. И такая, как гирлянда появляется на нижней поверхности языка. Да, это осложнение все равно считаем, да, это закупорка ретенционной киста. Это результат хирургического вмешательства. Я своими руками сделал таких, наверное, две. Чужих видел тоже может быть две, не больше. То есть, мне это не такое частое, да, что-то. Что еще бывает? Дети, когда отходит заморозка, анестезия, начинают проверять язык зубами. Прикусывают язык. Это дополнительная травма. Мы об этом всегда рассказываем, но родители могут отдать ребенка бабушке, потеряется какая-то информация. Ну и были у нас ситуации, где реально так бы, он не откусил понятный язык, но все наши швы, все там, все, что мы там красивенькое сделали, осталось. В моем случае был случай такой, когда ребенок долго теребил язык, ему, видимо, после того, как заморозка прекратилась, ему стало что-то садить, и он просто пальцем расстрелялся, полость рта. Была такая история. И, ну, наверное, тоже это отдаленное последствие. Если не обратиться к логопеду, то ребенок может на какое-то время у него может ухудшиться произношение. А, у нас были ситуации, когда ребенок из-за того, что почувствовал здесь дискомфорт, просто на неделю перестал разговаривать. У меня таких ситуаций не было. Это родители рассказали уже потомками, они пришли на контрольный осмотр, что он с нами не разговаривал. Почему? Ну, просто вычал и все, нет. Ну, конечно, они волновались по этому поводу, видели хитринку в глазах, и, видимо, все-таки они не начали звонить во все колокола и бежать куда-нибудь. Но потом пришел на прием, сказал, что я просто хотел показать, как там все есть. Но на самом деле мы не требуем режима молчания после пластики втечки языка. Это как после аппендицита человека заставляют ходить для того, чтобы, ну, просто все двигалось, все работало. Здесь то же самое. Не режим покоя, а режим умеренной нагрузки, по сути. Взрослым френолутомии делают с анестезией? Так, может ли подрез всю течку не хирург, а детский стоматолог или стоматолог общей практики? Это манипуляция прописана в паспорте специальности хирурга-стоматолога, насколько я помню. Надо просто установить паспорт специальности, поскольку про стоматолога общей практики я ее просто не изучал. Нужно посмотреть именно там. У дочери давно нет верхних четырех резцов. Ей шесть с половиной лет. Речь шепелявая, сильно страдает произношением. Ждать зубов или нужно заниматься логопедом сейчас? Нужно заниматься логопедом сейчас. Обязательно. потому что к пяти годам уже должны все звуки быть на месте. Уже шесть. Да, уже шесть. Шесть половина. Чем вы подрезаете? Классический скалпель? Узечку языка. У меня есть специальные ножницы. Хорошие, глазные, очень нежные и мои личные. Спасибо. Очень интересная информация. Спасибо. Спасибо вам. Давайте завершать тогда. У нас время уже. Завершаем эфир. Если вопросы какие-то остались, можно под постом сдавать. Мне было очень приятно встретиться. Вы столько раз раз разговаривали по телефону и сегодня впервые и в прямом эфире сразу. Мы будем готовы ответить на ваши вопросы. Задавайте их. Спасибо вам за внимание. Спасибо. До